Здравствуйте! О событиях понедельника 21 января в Казахстане в студии Каплюс Алексей Рыблов. Смотрите в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Застройщики, рухнувшие многоэтажки в микрорайоне Бесоба в Караганде, амнистированы. Как сообщает радиозатых со ссылкой на прислужбу областной прокуратуры, вина строителей была полностью доказана, но они освобождены по закону об амнистии в связи с 20-летием государственной независимости. По факту обрушения жилого дома было заведено два уголовных дела. По статьям недоброкачественное строительство, повлекшее тяжкие последствия, и второе за ненадлежащий контроль против чиновников, которые приняли дом в эксплуатацию. Второе разбирательство еще продолжается. По нему проходят пять человек. Это бывший Аким города Сараньякс, начальник управления архитектурно-строительного контроля и его подчиненные, а также бывший зам Акима Караганды. Напомню, четырехподъездный блок пятиэтажного дома рухнул 6 апреля прошлого года. Жертв не было. После все дома в жилом комплексе были признаны аварийными. Их было решено снести. Потерпевшими признаны 326 человек. Ущерб оценен в 3 миллиарда тенге. В той же Карагандинской области, только теперь в Приозерске, срочно эвакуировали больше ста семей. В военном городке стал по швам расходиться девятиэтажный жилой дом. Возведенный в 1981 году, строение стало разрушаться на минувшей неделе. Сначала на стенах расползлись обои, осыпалась штукатурка. Затем перекосились оконные рамы и дверные косяки. Алина Назарова вместе с жильцами и властями осмотрела многоэтажку. Она не поймет, почему мы на улице стоим. Замерзла, хочет домой. Минувшая пятница стала для жителей этой бетонной девятиэтажки чрезвычайной. Спасатели власти объявили тревогу в связи с тем, что дом находится в зоне повышенной опасности. Жители срочно эвакуировали. Многоэтажка, построенная в 1981 году, внезапно затрещала по швам. Ночью у жильцов стали по швам расходиться стены, рваться обои, перестали закрываться двери и на голову посыпались куски штукатурки. Ночами мы боялись спать, потому что сильно треск шел по стенам. И обои прямо щелкались и расходились. Мы живем на четвертом этаже. Слышно ночью, очень ночью, последние буквально 5-4 летня. Мы детишек в одну комнату забирали, я боялась спать уже отдельно. Но вдруг аварийная ситуация будет, не сможем ничего сделать. В список подозрительных девятиэтажка попала еще 10 лет назад. Тогда на стенах появились первые трещины. Повторную экспертизу провели в 2011-м. Тогда здание признали предаварийным, но Акимат продолжал заселять нуждающихся. Между тем, это не первый дом в Приозерске, который разошелся по швам. И причина гибели зданий одна. Вот этот слой, скажем так, породы известковой, он подмывается грунтовыми водами. И начинаются те дома, которые, скажем так, в свое время были построены в 80-х годах. Может быть, где-то качественного, где-то нет. Они начинают, скажем так, давать свои трещины и показывать нам свою, скажем так, сущность. Пока власти разбираются с сущностью строений, жителям девятиэтажки предоставили временное жилье вот в этом доме. Постоянно, обещают власти, у них появится только к осени. А пока спасатели закрыли доступ к аварийному дому и пообещали, что опасную территорию оградят забором. Если дом все-таки устоит и не разрушится сам, то летом начнут его демонтаж. Алина Назарова, Ибрагим Иврашев, Карагандинская область, Казахстан. Результаты повсеместного повышения цен на коммунальные услуги не заставили себя ждать. Сегодня в АТРА у здания филиала АО «Кастрансгаз Аймак» образовалась давка. Больше ста человек едва не устроили потасовку за то, чтобы первыми оплатить счета за газ и узнать, почему подорожали услуги компании. Репортаж с места событий. Сегодня около ста жителей АТРА убрали на абордаж здание филиала АО «Кастрансгаз Аймак». Причина – недовольство потребителей, которые хотели выяснить, почему услуги газоснабжающей компании вдруг стали дороже. Тысячу за что? Говорят, что на улице счетчик. А почему мы должны оплачивать? Надо же объявление тогда дать такое. Мы вот дома поставили. Зачем переплачивать нам? Никто из потребителей не хотел уступать. И у входа в здание образовалась пробка. Тех, кому удалось все-таки протиснуться, интересовал один вопрос. По какой причине предприятие удержало плату не только за газ, но и за горячую воду? У меня за декабрь месяц пришел счет на 14 тысяч тенге. Такого никогда не было. Надбавили 5 тысяч тенге. А за что, так и не объяснили. Еще они удержали за горячую воду. У меня частный дом, нет горячей воды. Здесь пенсионеры стоят часами и падают в обморок в давке. Увидев, что творится у них под окнами, к людям выбежали представители компании. Они поспешили успокоить разъяренных потребителей. До конца месяца эту проблему решим. Сейчас, в данный момент, с той стороны еще две кассы открываются. Сейчас кассовые аппараты налогов, еще регистрируются. Потом у нас до Смухамеда 4 головной офиса, где сидит, там будет 3 кассы. Тоже ремонтная работа все ведется. Геологи будут одна, то есть каждый день с 8 до 5 часов. Если верить сотрудникам предприятия с недоразумениями по коэффициентам, они разберутся до конца недели. Кроме того, в филиале акционерного общества пообещали создать условия для оперативной оплаты за свои услуги. В ближайшее время газовики планируют открыть кассы по обслуживанию населения в каждом из пригородных сел. Алибек Жунусов, Руслан Идрисов. Атырау. Казахстан. Больше 2000 домов частного сектора в городе Крата у Жамбулской области еще не подключены к электроснабжению. После сильнейшего урагана 12 января без света пока остаются и 9 населенных пунктов. Между тем, сегодня в Астане синоптики сняли с себя какую-либо ответственность за случившееся. По словам представителей КАЗ Гидромета, за день до шторма они предупреждали и власти, и жителей. В многочисленных разрушениях виноваты скорее строители, намекнули они. Мы предупреждали. На 10-й день после урагана в Южном Казахстане синоптики созвали пресс-конференцию и заявили. О приближающемся шторме жители Жамбулской области знали заранее. Что касается тысяч домов, у которых снесло крыши и выбило окна, то надо спрашивать со строителей. Мол, не учли при возведении климатических особенностей. Я так думаю, что дело не только в крольном материале. Там действительно технологии не выдержали, может быть, еще что-то. Это не обязательно в крольном, в самом крольном материале. Может быть, просто технологии строительства, может, не выдержаны. Просто-напросто. Вот и все. Чтобы такое не повторялось, специально для строителей КАЗ Гидромет обновит карту. По ней можно рассчитать ветровые и снеговые нагрузки, а значит, возвести более устойчивые здания. Тем временем на сайте областного Акимата сообщают, ликвидационные работы продолжаются. За последний день электрики установили 8 опор линии электропередач и подключили к свету в 7 многоэтажки в городе Каратау. Остаются неподключенными к электроснабжению по городу Каратау одна средняя школа и 2123 индивидуальных жилых дома. По району неподключены 9 населенных пунктов Коктал, Майтубе, Кожагапар, Канцевка, ферма номер 1, Есейхан, Хараой, Каскабулак и Тамды. И сегодня же КАЗ Гидромет дал повторное штормовое предупреждение. На севере, северо-западе и в центре Казахстана с 22 января ветер усилится до 25 метров в секунду. А вот на юге ожидаются новые осложнения в период весенних паводков. Замзагляб Драхманова, Аслан Сапаров. Из Астаны, Казахстан. Главы внешнеполитических ведомств Казахстана и России обсудят спорные вопросы вокруг аренды космодрома Байконур. Об этом сегодня сообщила служба центральных коммуникаций при президенте. 24-25 января министр иностранных дел Ерлан Идрисов посетит Российскую Федерацию, где со своим коллегой и обговорит спорные вопросы касательно аренды Байконура, который обходится России в 155 миллионов долларов в год. Напомню, в начале января российская сторона направила правительству Казахстана официальную ноту с требованием дать объяснение по поводу высказываний главы Коскосмоса Талгата Мусабаева. Тот 10 декабря заявил в парламенте, что казахстанская сторона рассматривает возможность нового соглашения по аренде космодрома. К слову, позже своих слов космонавт отказался. В числе других знаковых заявлений во время брифинга стало предостережение вице-министра здравоохранения Эрика Баженусова от ценовых ловушек в заграничных клиниках. Баженусов порекомендовал казахстанцам, прежде чем выезжать лечиться в другие страны, консультироваться со специалистами министерства, чтобы точно установить сроки и стоимость лечения. Одним из активных... Вернуть личные вещи, которые изъяли казахстанские спецслужбы, требуют сотрудники оппозиционных изданий и общественного фонда Аман Саулык. Со дня обысков в офисах НПО и ряда СМИ прошло больше месяца. Евгения Сазонова искала концы. Георгий Архангельский каждый день следит за зданием бывшего офиса фонда Аман Саулык. Сейчас им приходится ютиться по съемным квартирам. Ровно месяц назад работники КНБ провели в кабинетах обыск. Имущество НПО изъяли. Помимо рабочей техники, комитетчики арестовали и личные вещи сотрудников фонда. Вот заявление, которое было отправлено председателю комитета национальной безопасности по факту изъятия. Оно было одно от имени всех членов. Вложен список. От каждого отдельно было перечислено то имущество, личное имущество, которое было изъято. Ответ они получили лишь через месяц, без фирменного бланка и печати. И похож он больше на отписку, говорит Георгий Архангельский. По завершению исследования, изъятое имущество, не признанное вещественным доказательством, будет возвращено. До сих пор неизвестна судьба и личных вещей сотрудников газеты «Голос Республики», «Взгляд» и видеопортала «Станки.Изет». 19 декабря вместе с бухгалтерской документацией, техникой и электронными носителями оперативники забрали личные вещи журналистов, операторов и других сотрудников. Они могут так тянуть, черт знает сколько. Нужно постоянно, через каждый, подавать все выше, 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 подавать в суд. Уже в суде, понимаете, вот этой тишины быть не может. В суде есть установленный срок, там, по-моему, в течение 10 дней. Они обязаны рассмотреть вот эту вот жалобу на действия следователя, прокурора, кого угодно. Сотрудники видеопортала «Станки.Изет» написали заявление на имя начальника следственного отдела КНБ по Мангистаусской области, господина Тулыгбаева. Именно этот департамент расследует уголовное дело в отношении Муратбека Китибаева, в рамках которого и было арестовано имущество. Евгения Сазонова, Талгат Умербеков, Алматы, Казахстан. Президент Назарбаев предложил новую программу «Информационный Казахстан-2020». Согласно подписанному на днях документу, гражданам обещают массу информационно-инновационных благ. Например, как через 7 лет захватить телеаудиторию сотен стран мира. Между тем, отечественные телерадиовещатели уже заявили о технической невозможности транслировать обязательные телеканалы, перечень которых не так давно составило правительство. Нургали Карабаев подробнее. Интеллектуальные потуги Министерства транспорта и коммуникации, разработавшего программу «Информационный Казахстан-2020», поразили известного журналиста Дмитрия Бацыева. Чиновники обещают, что всего через 7 лет республиканское телевидение будут смотреть жители 110 стран мира. Больше всего опытного телевизионщика смущает. А чем, собственно говоря, Казахстан сможет развлекать мировую аудиторию? Я за то, чтобы весь мир смотрел казахстанские программы, казахстанские фильмы, казахстанские новости. Но другое, что мы можем показать? Практически ничего. У нас нет оригинальных программ, которые способны конкурировать с мировыми акулами медиабизнеса. И поэтому мы в лучшем случае будем выглядеть так кисло и жалко, что я бы не тратил те деньги, которые будут выделяться. Контент отечественных каналов пока не впечатляет и близких главы Союза журналистов Казахстана. Сейд Казыматаев пытался было противостоять иностранным телепроектам, но эту локальную войну проиграл. Я с внучками боролся, чтобы они не смотрели, допустим, Николодин, Тиджи. Я смотрю, что сами эти мультфильмы, войны какие-то. Я хотел бы, чтобы они смотрели «Балапан». «Балапан» смотрю, тоже японские уже начали показывать. О самом существовании информационного проекта большинство работников СМИ еще не в курсе. А если кто и прочитал его, то без помощи Всемирной сети госпрограмму умом не постичь, признается журналист Геннадий Бендицкий. Мне для того, чтобы понять, что там было написано в этом проекте, мне пришлось лезть в интернет, смотреть, выяснять, а что это такое вообще. Если так сравнивать, да, большая часть территории просто не освещена Казахстана. Отсутствует электроэнергия. О каком спутниковом телевидении вообще может идти речь? Как гласит новый документ, его основная цель – это переход Казахстана к информационному обществу. Медийный защитник Тамара Калеева пока наблюдает обратный процесс. О каком полном информационном обеспечении можно говорить, когда в конце прошлого года у нас все альтернативные государству источники информации были с полным попранием законов казахстанских, закрыты, разогнаны, запрещены. Одновременно в стиле амбициями авторы госпрограммы продекларировали и то, что к 2020 году страна обучит компьютерной грамотности 80% населения. Нургали Карабаев, Ренат Абулхаиров, Алматы, Казахстан. Даешь миллион молодых миллионеров. Страна нуждается в омоложении делового мира. Эту цифру, изучив стат данные, вывел лидер Ассоциации молодых предпринимателей Максат Кожамбет. Он же предложил разработать дорожную карту и ослабить налоговую нагрузку начинающим капиталистам. Людмила Икзархова узнала, легко ли быть предприимчивым в таком государстве, как Казахстан. Казахстанскую экономику спасет миллион молодых бизнесменов, считают в профильной столичной ассоциации. Ее лидер Максат Кожамбек предлагает государству создать дорожную карту для молодых предпринимателей и избавить их на время от налогов. В мировой практике в первые три года закрывается 70% предприятий, потому что много проверок. Они не конкурентоспособны, предприниматели часто ошибаются и их штрафуют. Нужны налоговые каникулы и, вероятно, определенные условия, субсидии или гранты в тех регионах, где особенно нужно занять молодежь. А вот коллега Залматинского форума молодых предпринимателей Павел Коктышев считает, число желающих открыть свой бизнес в стране, конечно, растет, но не такими темпами, как это видится в столице. Инвесторы и банки не стремятся финансировать стартапы будущих Цукербергов и Чичваркиных. Банковские проценты, налоги и рейдерство – вот далеко не единственный перечень проблем, с которыми сталкиваются те, кто затевает свое дело. К тому же альтернативой многим представляется госслужба. Там такие возможности. Когда ты работаешь со студентами, первокурсниками, второкурсниками юридического факультета, и они говорят, что, ну, да, я хочу дальше потом пойти в прокуратуру или куда-нибудь еще, ну, на такое тепленькое место и зарабатывать много. Мы же прекрасно понимаем, что это не очень большие зарплаты в этих ведомствах, и в чем материальный стимул молодых людей идти туда, да, это взятки. О рейдерстве и высоких налогах рассуждает и молодой бизнесмен Алексей Ли. Он уже 7 лет руководит командой по созданию сайтов, даже запустил еще два бизнес-направления. Алексей задается вопросом, насколько правильно будет распределяться государственная поддержка. Но вот идея налогового послабления ему по душе. Было бы здорово там. Ну, сейчас есть в рамках, насколько я знаю, технопарка Аватау определенные льготы по соц. отчислениям, по КПН. Ну, в принципе, вот это интересная тема. Мы сейчас существующие уже какие-то программы поддержки бизнеса будем изучать однозначно и будем пробовать к ним подключаться. Чтобы заинтересовать молодежь работать на себя, клубы по интересам проводят встречи с акулами бизнеса. Там же поднят вопрос о том, чтобы внести в отечественное законодательство понятие «молодой предприниматель». А если все же удастся повлиять на налоговую политику, то число молодых до ранних капиталистов, возможно, и вправду начнет заметно расти, говорят собеседники. Людмила Экзархова, Константин Федяев, Алматы, Казахстан. Перевозчики заплатят. Суд обязал АО «Пассажирские перевозки» выплатить почти 3,5 тысячи долларов инвалиду Елене Юрченко. Именно в такую сумму служители Фемиды оценили моральные страдания женщины, которая возмутилась отсутствием условий для людей с ограниченными возможностями в поездах. О том, легко ли быть инвалидом в Казахстане, в нашем следующем материале. Сегодня Елена Юрченко снова приехала в суд. На этот раз за решением об удовлетворении ее требований КО «Пассажирские перевозки». А ведь полтора года назад она даже не думала, что сможет выиграть судебную тяжбу против железнодорожников. В 2011-м инвалид впервые воспользовалась поездом и была шокирована тем, что в вагонах не было даже элементарных условий для людей с ограниченными возможностями. Что и говорить, тогда даже железнодорожный вокзал оказался практически неприступным для Елены. Да это даже с поддержкой невозможно сюда заехать. Это же тяжело вот так вот поднимать. Как сюда вот так поднять? Даже с поддержкой достаточно тяжело. Это вообще нереально. А спуститься тем более. Чтобы наказать перевозчиков, Елена Юрченко подала на них в суд. В итоге служители Фемиды удовлетворили ее гражданский иск. За свои моральные страдания инвалид получит от железнодорожников 500 тысяч тенге. Это около 3,5 тысяч долларов. Все-таки после моего иска были движения, потому что начали закупать поезда, вагоны, оборудованные для инвалидов. Конечно, их очень мало. Но все-таки я думаю, что вот благодаря этому иску началось движение. Обжалует ли ответчик вынесенный вердикт, узнать не удалось. В пресс-службе ООО «Пассажирские перевозки» в ответ на наши вопросы попросили написать запрос. Вы можете сделать нам писаный запрос? Мы его здесь от руководства отпишем. Передадим, они отпишут, вернее, тем людям, которые отвечают за сервис. А без запроса никак, да? Без запроса. Ну, надо, чтобы они подготовили ответ. К слову, первые вагоны для казахстанских инвалидов были поставлены на рельсы только в прошлом году. Сколько же их всего, точно знают лишь железнодорожники, которые отвечают исключительно на письменные запросы. Что делать с деньгами перевозчиков, Елена Юрченко пока не думала. Как заявила женщина, сначала нужно дождаться этой самой компенсации. Аскар Газизов, Рустам Сырымов из Павлодара, Казахстан. Неуд за списыванием. Преподаватели Казалардинского аграрно-технического колледжа прославились на всю страну. Научный труд, пособие по английскому языку для учащихся строительных техникумов за авторством Нугманова и Тулеовой, как выяснилось, был опубликован еще в 1978 году в Москве. Настоящие авторы пособия – советские ученые Николай Ажищев и Федор Суэта. О мотивах, толкнувших преподавателей на плагиат, мои коллеги. Буквально вторую жизнь подарила Макпал Нугманова по забытому учебнику. Только имя автора решила поменять на свое. Видимо, показалось более звучным. Логично посчитав, что никто сегодня не станет копаться в библиотечных архивах, взяла один из старых учебников советской эпохи. И смахнула, не глядя оттуда все. Слово-слово, до точки запятых. Провести удалось почти всех. Наш визит заставил ее серьезно понервничать. В полном нокауте эксперты института повышения квалификации работников образования Мадина Аскарова. Она намерена судиться с авторами нашумевшего пособия. 15 минут общения, считает она, не давали права использовать ее фамилию в качестве консультанта. То, что меня сюда включили, я вот только сегодня вижу. Книжку надо аннулировать. Все равно должна быть какая-то авторская своя работа, почерк, что-то. Не знаю, ушли те учителя творческие, которые от себя действительно могли показать, что-то там выпустить, издать, какую-то тему исследовать могли. Разоблачить плагиатора удалось ветерану колледжа. Ничего своего не внесли ни в текстах, ни в словаре. Даже вот, к примеру, на тему строительства в нашей стране и за рубежом можно было поменять на строительство в Казахстане и сделать свой материал. Словарь тоже полностью переписан и даже с ошибками. Видимо, авторы знали, что ни сами, ни студенты не будут по нему заниматься. Значит, писали только для получения высшей категории. В истории с освобожденными иммигрантами из московского магазина «Продукты» появились новые подробности. После шести лет, проведенных в российской столице, в Шымкент вернулась Зарина Аширова, шестимесячным сыном Нурсултаном. Две недели спустя молодая девушка позвонила в редакцию и сообщила, что готова рассказать правду о том, кому и зачем понадобилась шумиха о существовании гальяновских рабов. Все подробности у Александры Ким. Вот они пальцы мне ломали за то, что я неправильно продавала, а теперь пальцы неправильно срослись. За шесть лет мы вообще не выходили на улицу. Нас лишний раз наказывали, если с клиентами говорим. Это интервью 20-летняя Зарина Аширова и ее мама Тажинар дала через несколько дней после нашумевшей истории с освобождением мигрантов из московского магазина. Тогда в СМИ опубликовали шокирующие подробности многолетних издевательств и унижений, о которых рассказывала девушка. Теперь, спустя несколько месяцев, исповедь экстрабыни звучит именно так. Я там работала, кассиром работала. Ну, там всякие, там рассказывают, что рабство, что запертие. Это все ложные показания. Жила в квартире я вжила. Там дом 11, квартира 37. Я там жила. Каждый день с 7 часов выходила на работу. Где-то в 8-9 заканчивала и домой шла. Мои пальцы ломала Лейла, потому что у нее такая привычка была. Она хотела маму мстить, и меня тоже она хотела мстить. Лейла, ломающая пальцы, близкая родственница Зарины. Сначала на работу к Истамбековым попала именно она. А через 4 года она пригласила и дочь своего погибшего брата. Девушка рассказывает, в отсутствие хозяев тетя брала руководство магазина в свои руки. Она же и заставила племянницу написать ложные обвинения на работодателей. По новой версии Зарины, волонтеры советовали ей, что надо писать. Олег Мельников там был. Вера была, Данил. Вот, а они, они брали у нас объяснительные. Мы им все правду рассказывали. Они там говорили, что это не надо такие слова разговаривать. Ну и другие слова они говорили. Вот что, например? Сказали, чтобы я ночевала в магазине. Ну я на самом деле в квартире ночевала. Ну, и там Лейла тоже в квартире ночевала. Меня заставила именно Лейла. Она говорила, почему она заставляла, потому что она, может, много денег оттуда забрала. Потому что все от сейфа ключи же у нее были. Какая версия истинная, первая о рабстве или последней о вероломстве родственницы, знает только сама Зарина. Как известно, прокуратура отменила возбуждение уголовного дела против хозяев московского магазина, как незаконное и необоснованное. Этим расследованием занимаются сейчас исключительно активисты, сотрудники комитета гражданского содействия и журналисты. Зарина же вновь намерена вернуться в российскую столицу, планирует устроить личную жизнь и найти работу. Александра Ким, Ильдар Жунусканов, Шенкент, Казахстан. И под занавес китайской демократии. Нет, это не новый политический строй, а проект, в котором поэты и музыканты пытаются озвучить интересные, по их мнению, литературные произведения. Как это удается воплотить в жизнь, расскажет Татьяна Ковалева. На сцене театра Артишок не просто музыканты, это поэты и их проект под названием «Китайская демократия». Он появился еще в 2008 году. Тогда Павел Банников впервые прочитал под музыку песнь аптеродактиля Максима Горького. В минувшие выходные зрителям были представлены стихи собственного сочинения. Почему китайская демократия? Ну, потому что, в принципе, система правления в нашей стране – это и есть своего рода китайская демократия. Многие тексты, которые читаю я, которые читают приглашенные поэты, они в каком-то смысле затрагивают те важные проблемы, от которых мы убегаем постоянно. Важные моменты, по мнению Банникова, это гражданская позиция людей и их реакция на политику, проводимую властью, и нежелание думать об окружающих. При этом поэт и идеолог проекта отмечает – каждый поймет увиденное и услышанное по-своему. В любом случае, китайская демократия – это эстетический опыт. «В нем шелест, ток подземный, колыхание, и страшно сквозь опущенных весны. Смерть близлежащей, северной, аптечной. Смерть ветроградской, славянной, патичной». Современная мировая практика уже давным-давно связана с самыми различными формами подачи стихоторного материала. Один из этих вариантов – связь поэзии с музыкой. Либо это музыка, которая играется отдельно, и стихи сопутствуют этому материалу, либо же это какие-то специальные совмещенные проекты, где музыка и стихи существуют наравне. «Китайская демократия» – это проект, в котором музыка и стихи имеют одинаковый статус. И если у поэтов есть заготовленный текст, то музыканты импровизируют прямо на сцене. Реакция зрителей однозначно, а потому в зале свободных мест нет. Татьяна Ковалева, Рената Бухаиров из Алматы, Казахстан. И на сегодня пока все. Новости Казахстана каждые два часа на КПлюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова